Привет! Интернет полон вредных советов, которые реально могут испортить ваши отношения. Поэтому сегодня мы будем разбирать это подробно. Кстати, что самое интересное и парадоксальное, вот эти девушки, которые не понимают, почему вообще она должна своему мужу что-то там постирать, вести какое-то домашнее хозяйство, почему она вообще должна домой прийти ночевать, вообще зачем все мне это надо. Вот такую женщину мужчина безумно любит. Таких женщин любит. Какого склада ума, какого уровня мышления, какого уровня психоэмоциональной зрелости, такие мужчины любят таких девушек. Опять же, любят как долго, любят в каком плане, душой, телом любят, финансово любят. Может быть первое время, если мужчине нравится внешность девушки, если она, скажем так, удовлетворяет его какие-то в горизонтальном танце его фантазии, наверное, может быть, он на что-то готов закрывать глаза. Точно так же, как многие девушки, да? Они на что-то первое время готовы закрывать глаза, если они не разбираются в психологии отношений в мужчинах. Но только проблема в чем? Что рано или поздно начинаются претензии. Я не клоню к тому, что женщина должна убирать. Но женщина, которая там не приходит вовремя домой или где-то гуляет, ни один нормальный, уважающий себя мужчина такого терпеть не будет. Если мы говорим про качели в отношениях, если мы говорим про ближе-дальше, холодно-горячо, если мы говорим про ненормальные отношения, это все там приемлемо. Если мы говорим про нормальные отношения, они невозможны без уважительного отношения партнеров друг к другу. И если мы говорим про уборку, я тоже согласен, что женщина не должна убирать. Но это нормально, если женщина с заботой мужчине там погладит футболочку. Но в целом, если от женщины зависит, насколько дома чисто, насколько дома убрано, накормлены все, не накормлены, ей нужно пахать, она приносит половину дохода в семью, ей еще нужно давать горизонтальный танец, и так далее, это невозможно. Ни одна женщина такое не выдержит, потому что женщина не робот. И поэтому неплохо было бы, если женщине не по кайфу убирать, чтобы оплачивал домашних помощников, то, конечно же, мужчина. Если вы хотите разобраться, как перезагрузить непонятные отношения и нужно ли это делать, как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор, и как создавать по-настоящему счастливые отношения, где 1 плюс 1 равно 11, тогда прямо сейчас, под этим видео, нажимайте на ссылку и регистрируйтесь на абсолютно бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция по применению без драм и манипуляций», где эти и другие темы я раскрою максимально подробно и гарантирую, то, что вы услышите, поймете, узнаете на бесплатном курсе, вы этого не прочитаете ни в одной книжке и ни в одном другом, даже платном курсе других коучей и психологов. Прямо сейчас нажимайте на ссылку, регистрируйтесь и до встречи. Я общаюсь с разными мужчинами, разные молодые люди за мной ухаживают. Я вижу эти проблемы у мужчин, что они воспитаны в жопу поцелованными. Извиняюсь за слово «жопа», по-другому просто не сказать. Поверь мне, очень много мужчин, которые хотят общаться и ухаживают, и некоторые красиво ухаживают, они не знают, что такое ответственность, они инфантильны, они трусливы в глобальном понимании жизни, они с собой-то разобраться не могут, как они тебя поведут за собой. Это такой вот взгляд на мужчин довольно трезвый, циничный и очень такой рациональный. Я не строю воздушных замков, я романтик со своим мужчиной, если у меня есть отношения, но я не романтик, когда я оцениваю их по поступкам, по их достижениям в соответствующих их возрастной группе. То есть это 19-летнему парню можно что-то простить, но не 30-летнему. Здесь я с Аленой во многом согласен, что действительно мир движется в эту сторону. Но я бы добавил, что это касается, к сожалению, не только мужчин, но и девушек. В целом такая тема, как инфантилизация, да, это когда по возрасту взрослый человек не готов к взрослой жизни, когда человек не способен справляться с трудностями, достигать целей, нести ответственность, без родителей или без партнера рядом, да, поэтому многие мужчины ищут сильную женщину рядом. Ведь а кто же, как не сильная женщина, поможет ему нести ответственность и справляться с трудностями? То же самое есть инфантильные девушки, которые ищут папу в отношениях, да, которые сами боятся жить, боятся проявляться, у которых нет цели на год, которые не знают, в чем их смысл жизни, да, которые ходят на работу для галочки, а не потому что по кайфу, а не потому что они знают, так, есть цель, мне нравится эта работа, я хочу достичь высот, хочу реализоваться, хочу быть полезным в этой работе. Это называется инфантильность. Это родители, которые были подавляющими или чересчур ограничивающими, чересчур заботливыми, то есть они не позволили ребенку раскрыть в себе вот эту взрослость. Взрослость – это когда я умею и без родителя, да, это когда родитель помогает мне взрослеть, чтобы, будучи там по наступлению там 18 лет, я вышел в реальную взрослую жизнь, и мне не было страшно. Вы должны помнить всегда, мужчины, за девушку платить не нужно никогда, потому что если ты платишь за девушку, ты ее покупаешь, ты покупаешь секс и все остальное. Очень удобная манипуляция, очень удобная метафора. А если за маму плачу, я тоже маму покупаю? Если я маме, которая в возрасте, ей помогаю, там, оплачиваю операцию, я тоже покупаю свою маму, правильно? Или папа оплачивает дочке, там, за какой-то кружок, да, или папа ходит на работу, чтобы семья была обеспечена, чтобы дочка улыбалась и с красивым портфелем ходила в школу. Это значит, папа покупает дочку? Серьезно? А женщина, которая живет и обеспечивает мужчину, потому что у мужчины тяжелая ситуация в жизни, она покупает мужчину? Поэтому, пожалуйста, не слушайте всякие странные манипуляции, понимаете? Так можно любую фразу притянуть за уши, сказать, кто кого покупает. Мужчина, который любит женщину, он с удовольствием инвестирует в нее деньги. Почему? Потому что деньги, которые зарабатывает мужчина, это эквивалент его стараниям. Мужчине, чтобы заработать деньги, ему нужно потрудиться, ему нужно вложить свое время и энергию, да? Ему нужно преодолеть что-то, ему нужно с чем-то справиться. И это превращается в деньги. Деньги – это просто метафора. И когда мужчина вкладывает деньги в свою жену, в свою девушку, это значит, он вкладывает тот самый труд, то самое преодоление. Не когда мужчина добивается женщину. Нет, когда мужчина добивается результатов в своем деле, в своем бизнесе, в своей карьере, это превращается в денежки, в финансы, в карбованцы. Этими карбованцами он с удовольствием рисует улыбку на личике, своей девушке или женщине. Мне показалось, что я его люблю искренне и настоящнее, чем он меня. Конечно же, нужно понимать контекст сказанного, но любовь людей, она проявляется по-разному. Любовь мужчины, она может быть у разных мужчин разная. И я считаю, что нормальный мужчина, его любовь, она отличается от мужчины ненормального. Ненормальный мужчина любит словами, любит обещаниями, любит какими-то вот лобызаниями, вот таким подхалимством, такой снизу вверх. Чаще у таких мужчин такая любовь. Можно ли сказать, что это больше или меньше? Нет, она просто другая. Если мы говорим про нормальных мужчин, они больше любят делами, какими-то поступками или какой-то надежностью. Их любовь другая. И этот мужчина внешне может казаться, что он холодный, но это не значит, что он не любит, значит, его любовь другая. И я бы мыслил так, что человек либо любит, либо нет. А говорить, что кто-то любит больше или кто-то меньше, ну давайте посмотрим на человека, который склонный к зависимости, да, вот такой, который надо, чтобы постоянно было вот внимание от мужчины и так далее. Эта женщина может сказать, вот она более такая услужливая. Значит ли, что ее любовь больше? Смотря что мы называем любовью.